Дорожный знак Выучу. Вообще-то, знать дорожные знаки должны даже маленькие дети. Но ты не переживай. Сейчас вместе разберемся. Итак, первая группа знаков. Предупреждающие. Они предупреждают водителя о препятствии на дороге. Туда входят такие знаки, как пересечение с велосипедной дорожкой, пешеходный переход, дети и дорожные работы. Эти знаки имеют форму треугольника с белым фоном и красной каймой. Они уведомляют об опасных участках дороги, возможной угрозе или затруднениях движений. Вместе с пересечением велосипедной дорожки с проезжей частью преимущество обычно предоставляется автомобилю. Следовательно, дорогу обязан наступить водитель велосипеда или мопеда. Тем не менее, водитель обязан сохранять бдительность и быть готовым в любую минуту остановиться. Пешеходный переход указывает на место надземного перехода в проезжей части улиц. Такие знаки, как правило, устанавливаются в небольших населенных пунктах и скоростных загородных трассах. Увидев этот знак, водитель должен снизить скорость, чтобы в любой ситуации быть готовым к остановке. Переходить дорогу в этом месте нельзя. Знак «Дети». Чаще всего этот знак можно увидеть возле школы, детского сада или игровой площадки. Он предупреждает водителя о возможном появлении детей на дороге. Переходить дорогу в этом месте нельзя. Это нужно запомнить. Знак «Дорожные работы». Знак предупреждает о проведении на проезжей части каких-либо работ. Укладки асфальта, ямочного ремонта, обрезки деревьев. На таком участке дороги может быть вырыта канава или снято дорожное полотно. Повышенное внимание требуется не только от водителей, но и от пешеходов. Запрещающая группа знаков. В эту группу входят знаки, такие как «Движение на велосипедах запрещено» и «Движение пешеходов запрещено». Запрещающие дорожные знаки ограничивают процесс дорожного движения. Они выполнены в форме круга с белым фоном и красной каймой. «Движение пешеходов запрещено». Этот знак устанавливается в тех местах, где двигаться пешком может быть опасным. Например, на скоростных автомагистралях, путепроводах и мостах, не оборудованных тротуарами. Часто знак используется для временного ограничения движения. На время проведения дорожных работ или ремонта посадок домов. «Движение на велосипедах запрещено». Знак устанавливается на участках, где велосипеды будут мешать движению других транспортных средств или же, напротив, подвергаться повышенной опасности. Это может касаться туннелей, путепроводов, мостов, эстакад, узких участков дороги или же скоростных трасс. Еще одна группа знаков – это предписывающие знаки. К примеру, пешеходная дорожка, велосипедная дорожка, конец велосипедной дорожки, велопешеходная дорожка с совмещенным движением, велопешеходная дорожка с разделением движения. Предписывающие знаки круглой формы с белыми рисунками на синем поле. Пешеходная дорожка указывает на дорожку, предназначенную только для пешеходов. Главное – соблюдай общие правила поведения для пешеходов. Придерживайся правой стороны, не мешай другим пешеходам. Велосипедная дорожка разрешает движение на велосипедах и мопедах. По велосипедной дорожке могут двигаться и пешеходы, если нет тротуара или пешеходной дорожки. Конец велосипедной дорожки информирует об отмене предыдущего знака, и водитель, и пешеходы должны быть осторожными. Велопешеходная дорожка с совмещенным движением, ее могут одновременно использовать и пешеходы, и велосипедисты. Велопешеходная дорожка с разделением движения. В отличие от предыдущего знака, он информирует, что для пешеходов и велосипедистов выделены две отдельные полосы. Также к этой группе относятся знаки, показывающие обязательное направление движения. К примеру, движение прямо и движение налево. Группа особых предписаний. Туда входят такие знаки, как пешеходный переход, жилая зона, конец жилой зоны, полоса для велосипедистов и конец полосы для велосипедистов. Эти знаки, как правило, имеют прямоугольную форму, синий фон, на котором имеются белые изображения и надписи. Знаки особых предписаний предназначены для введения или отмены различных режимов движения на разных участках дороги или объектах. Пешеходный переход. На нерегулируемых пешеходных переходах водители обязаны пропустить пешехода, как переходящего на дорогу, так и едва ступившего на прогрежную часть. На регулируемом пешеходном переходе водитель пропускает пешехода на определенный сигнал светофора или регулировщика. Жилая зона. Во дворовых зонах пешеходы имеют право передвигаться не только по тротуарам, которых зачастую в таких местах вообще нет, а по всей ширине проезжей части. Следовательно, водители обязаны здесь быть особо внимательными. Пешеходы имеют здесь большой приоритет перед автомобилями, и водители обязаны уступать им дорогу на всей территории такой зоны. Кроме того, на дворовой территории водитель не имеет права ездить быстрее, чем со скоростью 20 км в час. Конец жилой зоны. Покинув жилую зону и выехав на дорогу, водитель больше не обязан уступать дорогу пешеходам. Для них имеются тротуары и пешеходные переходы. Отменяются также ограничения скорости, поэтому пешеходы должны соблюдать осторожность. Полоса для велосипедистов. Обозначает начало отдельно выделенные полосы, движение по которой разрешается только велосипедом или мопедом. Перемещение других транспортных средств по этой полосе категорически запрещено. Конец полосы для велосипедистов. Говорит о том, что особый режим движения для велосипедистов утрачивает сил, и они выезжают на дорогу с общими правилами. Теперь мы с вами посмотрим знаки, какие у нас запрещают движение пешеходов и какие разрешают. Запрещает движение пешеходов знак дорога для автомобилей, а также знак автомагистраль, так как на этой дороге большая скорость транспортных средств. И также знак движения пешеходов запрещено. Знаки, которые дают преимущество пешеходам, это знак надземного пешеходного перехода, это жилая зона, велопешеходные дорожки, пешеходные дорожки, также это подземные, иноземные и пешеходные переходы. Есть и много других дорожных знаков. При желании можно выучить их значение. В будущем эти знания обязательно пригодятся. А пока что необходимо запомнить самые важные знаки и строго следовать их указаниям. Это ваши надежные помощники. С ними легко и просто ориентироваться на дороги и оставаться в безопасности. А вот такой знак вы знаете? Это железнодорожный переезд. Вова, да ты теперь настоящий профи в дорожных знаках. Можешь и своим друзьям давать уроки. Вот еще, чуть не забыл. Я же свой собственный знак придумал. Предупреждающий. Хм, я кажется поняла. Этот знак обозначает то, что осторожно, здесь дети катаются с горки. Молодец, Вова. Очень полезный знак. Пойду еще нарисую. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин